Ущемление прав работников дошкольных учреждений, тендер, который проводился без утверждения, перечня объектов государственно-частного партнерства, отток детей. Члены городского общественного совета обсудили ситуацию, связанную с передачей Петропавловских детских садов в руки бизнесменов. Их мнение при принятии этого решения не учитывалось. С чем это связано и какими могут быть последствия эксперимента, такие члены, также члены общественного совета, обсудили ремонт лифтов, качество уборки снега в Петропавловске и массовый спил деревьев. Дарья Пашмынцева расскажет подробнее. Инвестор с этого дела тоже должен иметь прибыль. За счет чего он будет иметь прибыль сюда? И какая выгода брать эти детские садики вместе с государством, чтобы не иметь в карман ничего подобного? Я просто не вижу. Процесс передачи трех городских детских садов в доверительное управление стал самой громкой темой с начала года. Ее обсуждали на разных площадках в социальных сетях, а также в средствах массовой информации. Дошла она и до городского общественного совета. Его члены возмущены. Почему до принятия такого решения не учли их мнение? Как же, значит, понимать? Масликат города в стороне остался, общественный совет города в стороне остался вообще от этих вопросов. По какому принципу, какие объекты передаются, почему именно новые объекты передаются в качестве. Какая необходимость в этом возникла? Конкурс был объявлен 2 июля 2019 года. Предварительно перед объявлением конкурса данный вопрос был обсужден на общественном совете. Там и были выбраны детские сады для пилотного проекта. Конечное решение подписания договора с бизнесменами о государственно-частном партнерстве было уже за специалистами областного управления образования, основным заказчиком услуг. Но, как считает один из членов городского общественного совета Павел Афанасьев, они превысили свои полномочия. К такому выводу он пришел, обратив внимание на даты, начиная с момента выборки детских садов, заканчивая проведением тендера. Перечень объектов государственно-частного партнерства областным масляхатом был утвержден 4 октября. А в силу это нормативное решение вступило где-то в начале ноября. А тендерные все процедуры закончились по этим объектам 14 августа. То есть, получается, управление образованием действовало с превышением своих полномочий. И это только верхушка айсберга, который будет неминуемо таять и оголять все несовершенства реформы, говорит Павел Афанасьев. Могут пострадать работники этих детских садов. После заключения нового трудового договора у них обнуляться отпуска. А чего могут лишиться дети? Какой интерес этому инвестору, в кавычках, иметь детей, за которые платит государство, и ребенок не пользуется допуслугами. И он от него всеми правдами и неправдами будет избавляться. Он будет стремиться к тому, чтобы были только садики дети, пользующиеся допуслугами. Следовательно, будет обязательно переток детей. Мы же боимся вот этого. Этим пилотным проектом с Петропавловскими детскими садами заинтересовались прокуратуре и департаменте агентства по делам госслужбы. Сейчас специалисты проверяют всю документацию, связанную с процедурами передачи трех детских садов в частные руки. Члены общественного совета настаивают на привлечении руководителя городского отдела образования и заместителя Акима Петропавловска к дисциплинарной ответственности за то, что они действовали, не посоветовавшись с ними. Еще одним вопросом на повестке заседания стали лифты. Их в городских многоэтажках 346. В хорошем состоянии только третья часть. Хвастаться тут нечем, сказал Булат Жамабеков на первой отчетной встрече с петропавловцами. Градоначальник рассказал, как именно будет решаться проблема с лифтами. У нас порядка 8 лифтов вообще не работают. А по-моему, если не ошибаюсь, около 200 требуют ремонта. То есть этот объем большой. И, конечно же, это все можно решить только через программу модернизации. Соответствующее поручение мы дали уже. А почему не предложить содержать лифты представителям бизнес-сообщества? С таким предложением выступил Сайран Хамзин. В садике частников пустили. Пусть и подъемниками займутся. Вы доверите им управление. Они как постарели в Алмаке. То есть платный проезд сделали и все. Я в службе занимается. Собирают деньги, дают этот вопрос. Жильцов вообще снега. Сняли с себя все обязанности. Так, о коммунальщиках говорят петропавловцы. Недовольная очистка областного центра от снега. В январе он идет почти каждый день. Исполняющий обязанности руководителя городского отдела ЖКХ говорит, что коммунальщики работают по расписанию, без перебоев. Проблемы чиновники видят в другом. Не все такие добросовестные предприниматели, которые снег вывозят со своей территории благополучно, как положено на полигон. Есть определенный момент, когда предприниматели просто на дорогу выталкивают. И все. По ним мы сейчас отрабатываем уже порядка где-то 15 предпринимателей. Выписаны штрафы за ненадлежащее нарушение правил благоустройства. Говоря о благоустройстве, члены общественного совета подняли тему массовой вырубки деревьев на центральных улицах. Два дня назад специалист городского отдела ЖКХ заверил, что коммунальщики избавляются лишь от аварийных деревьев. И вот сегодня его руководитель дал уже совершенно другую информацию. Можете проехать по улице Парковая, по улице Потанина, где мы сейчас производили спил. Дело в том, что там не только аварийные деревья мы убираем, но и остальные. Потому что они нарушают в целом ансамбль архитектурный. И чтобы его выстроить и до конца логическую цепочку новой посадки завершить, то же самое шаровидные ивы, тот же самый пирамидальный тополь. Вот не повезло молодым деревьям. Они так сильно нарушали целостность архитектурного ансамбля Петропавловска, что пошли под топор. Вместо них высадят березы, рябины и сирень. Напомню, на спил деревьев из городской казны в этом году выделили порядка 15 миллионов тенге. Дарья Пашмынцева, Казбек Арыкбаев, Новости МТРК.